здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы находимся в киеве и на обзоре у нас эксклюзивный автомобиль победа 51 года и она не простая шестиколесная встречайте хочу познакомить вас создателем данного проекта дмитрия расскажи о данном автомобиле почему ты создал какие-то и цели были да рассказываю про мотор каркас сварились квадратной трубы мотор стоит с киа-сорренте подушки тоже стоят с киа-сорренте потому что ставил другие подушки слишком большая вибрация передается на кузов то есть все внутренние здесь киа да просто грубо говоря поваренная рама на которую поставлена вся начинка киа это все металл то есть шумоизоляция это все шумоизоляция да мы взяли победы капот так и и вот так его тоже да да получается победы капот вместе с крыльями мы соединили проварили и капот разрезали расширили суши скажи а как заказать получил у нее эти номера можно у нас это вообще нереально сделать в машину и получить не какие-то документы все делается закон честные глаза я честно номер сбоку не знаю у вас можно но не так потому что этот очень если ты его повесил примерно вот так вот туда а если бы ты ну так конечно это жесток а спрашивали тебя на зону нормально да скажи инспектор а чего там его прицепили мне нравится вот он добрый нравится так нравится хорошо слышать так бы у нас зеркала тоже скинга нет это зеркала с honda серви 2007 год никакие другие зеркала сюда не подошли так как мне надо было передать вот этот сидишь идет угол да идет по крыше и он идет как бы вот эта полоса пошла и она переходит на зеркало и мне очень нравится что они смотрят вниз и это добавляет какую-то угрюмость машине это тоже туда все это 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 металл а это сначала делается с пенопласта форма но потом выкатывается закатывая металл вот это пластик тоже все сам делал да то есть у меня есть процесс когда сначала монтируешь пенопласт вы шкуришь все с пенопласта ну понятно говоря машина с пенопласта то есть я понял тебя у тебя здесь все откили сорянто да сверху ты там налепил что что по ходовке по ходовке а я смотрю тут эти прокладки сначала было без прокладок но мне не понравилось колеса внутри мне захотелось добавить большую ширину машину на 8 сантиметров расширил и это вполне нормально здесь и никто ничего не говорит это вообще законно рычаги откуда ты сказал тоже киа сорянто то есть все вообще-то то есть победа киа сорянто в облике победы на победы установлены запчасти киа сорянто и вот тогда то есть грубо говоря вот здесь заканчивалась победа вот это было окончание победы а что ты врезал дляrist как где металл вот вот это все крыша стойка это все родного победовское здесь стоит 15 сантиметров здесь стоит 15 сантиметров и получается двери были тоже уже все по 15 см это тоже все станет победа просто просто двери я тоже до длинна тоже вризал победовский багажник уже-же у навска ку-то кобедовский багажник вот его размер там стекло встроено в крышу у нас аппаратуры немного немного аппаратуры совсем чуть-чуть ребята собрались сколько ты часов потратил чуть больше четырех лет четыре года четыре года четыре мать его года чуть чуть больше четырех лет я вообще в шоке почему такой цвет скажи мне цвет это моя моя любимая дотя моя любимая жена так мы с женой поехали к колористу и цвет делали пока не понравился если вы с нами со мной покатаетесь это видео нету равнодушных людей все смотрят и смотрят я не едешь человек на тебя просто стоит и так огонь машина да а а 2 так что и это везде так неважно ты в селе я подъезжаю к Верховной Раде выходят депутаты то же самое реакция да да они в пиджачках все они там создать депутат он как бы сдерживается ну что снаружи нам понятно машина выросла на сколько на метр на метр шестьдесят шестьдесят в ширину на 30 да а сколько ты банок шпаклевки сюда убил не скажу ну что давайте прокатимся и посмотрим на что этот автомобиль способен а 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 и а и и а и а Все, скорее всего, из-за того, что колеса вот эти широкие, да, стоят, она прям падает туда, встает, бегемот, тяжелая. Все равно, как ни крути, а последний мост, он все равно меняет ощущение обычной машины. Да, он держит как бы зад твой, да, перед у тебя болтает, а зад он у тебя стоит, сколько он живет? Вот если ездить вот так, по городу, по городу, по городу, в принципе, да. Там выходит 12,5-13, если ездить педаль в пол, 15. А по трассе? Ехал я сейчас в Киев со скоростью 110 круиз периодически переставил, у меня вышло 9,9,5. У него круиз есть? Да. А вот точно. Ты его подключаешь, у тебя там светится круиз. Прикольно, победа с круизом. Я сначала не поверил, мне говорят, что победа шестиколесная, но я думаю, что шестиколесная, не может быть. Ты посмотри в интернете, а ты занимаешься с 12 лет, знаете, и есть тюнинг атриэк. Жестоко. А для чего ты вообще ее делал, вот для чего она такая? Победа, победа это образ мышления, это образ жизни. Я 100% убежден, что победа это не автомобиль, победа это настроение, отношение к жизни и твои эмоции. Поэтому, когда твоя машина, она отображает твои эмоции, мне не надо много людям рассказывать, какой я человек. Я люблю жить жизнью победителя. Просыпаясь каждый день, ты приезжаешь на работу, общаешься с людьми, ты строишь взаимоотношения для того, чтобы быть победителем. Потом я хочу эту машину поставить на розыгрыш. Розыгрыш? Да. Она сколько стоит будет? Она будет стоить 100 тысяч долларов. Так. Любой желающий сможет мне перечислить на счет 1 доллар. 1 доллар. 1 доллар. Так. Не важно, где ты находишься. То есть за 1 доллар я могу ее выиграть? Да. И становишься участником розыгрыша этой машины. Мы установим временные рамки. Как только у нас временные рамки истекают, и если на счету собираются 100 тысяч долларов, мы делаем розыгрыш и получает один счастливчик эту машину. А если нет? Если нет, что? Если не соберем 100 тысяч. Если мы не собираем 100 тысяч долларов, сразу на сайте есть информация. Все деньги, которые мы собираем, мы тратим на многодетные семьи. Фонд, так сказать. Да. То есть не просто там, знаешь, куда-то их там гипотезируют. У нас будет конкретный многодетный. И следующий розыгрыш. Да. И следующий. То есть в любом случае это хорошее. Это даже больше благотворительный. Да. Это чашка кофе. 1 доллар. Сколько в Германии чашка кофе? 2,50. Смотря где покупаешь. У нас 1 доллар. Даже меньше. Сейчас у нас сколько? 20 гривен. Да. А сейчас 1 доллар. Так. А что будет? А что если соберется эти 100 тысяч? Если собираются эти 100 тысяч долларов. Мы делаем розыгрыш. Открытые розыгрыши. И этому человеку. Который выпал этот, да. То бишь мне, если вдруг. Как мы договорились. А деньги? Мои. А если не собрал, то благотворительный. А если не собрал, то все нас детей. Ну мне сложно в это поверить, понимаешь? Вот если я вижу человека первый раз, то, ну, если так, то это круто. Что так глубоко думать. Таких людей, если было побольше на Украине, если бы она действительно работала, жили бы намного счастливее. Мои впечатления о данном автомобиле. Я считаю, он стоит уважения, так как на него было потрачено 4 года своей жизни. Когда ты едешь в нем, люди оборачиваются и смотрят на него. Делают фотографии. А вообще автомобиль, если ты в нем едешь, ты не ощущаешь того, что он шестиколесный. Большое спасибо, что вы были с нами. Посещайте наш канал, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»